Дорогу и канализационную насосную станцию в микрорайоне Патрокол объединяет тот факт, что они были брошены застройщиком и до июня этого года находились в непригодном состоянии. Дома нового микрорайона были сданы в эксплуатацию в 2016-17 годах. Однако дороги, которая была на рекламных плакатах застройщика ровной и асфальтированной, в действительности не оказалась. Застройщик, дай спецстрой, обанкротился, и микрорайон остался один на один с проблемой. В феврале инициативные жители Патрокола обратились за помощью к градоначальнику. В итоге ситуация, которая не решалась полтора года, сдвинулась с мертвой точки. Жители Патрокола жаловались на грязь, которую выносила с дороги и глубокие ямы. Это грунтовая дорога на пересечении улиц Борисенко и Сочинской и единственный подъездной путь к домам, где проживает более тысячи человек. Глава Владивостока поставил задачу обеспечить граждан нормальным проездом, и специалистам удалось решить ее в кратчайшие сроки. Теперь разбитая грунтовая дорога стала полноценным объектом транспортной инфраструктуры с безопасным въездом и выездом из микрорайона. Специалисты муниципального предприятия содержания городских территорий осыпали ее асфальтной крошкой, предварительно уплотнив основание и выровняв профиль дороги. Как рассказал Леонид Вильчинский, такого ремонта хватит для безопасной езды на полтора-два года. Если где-то будет выбиваться, придется подсыпать, так же, и так, и так, и так, и так. Но по сравнению с тем, что было, еще такие нормальные проезжаемые состояния. Кроме этого, с июня текущего года специалисты следят за чистотой общегородских зон микрорайона. Теперь Патрокол включен в список ежедневных уборок городскими коммунальными службами. Проблема с безымянным озером была успешно решена в июне. По поручению главы города и под личным контролем вице-губернатора Приморского края, здесь отремонтированы и запущены в работу еще не переданные на баланс краевой администрации застройщикам канализационные станции. Все запустили. Я говорю, рыбу уже вижу, что ловят. Наверное, преждевременно все-таки, но верю, что в ближайшее время озеро станет намного чище, в том числе с учетом той технологии очистки микроорганизмами. Общение главы города с жителями Патрокола прошло активно. Горожане задавали много вопросов. Часть из них, требующую более тщательной переработки, Виталий Веркиенко поставил на контроль. Глава Владивостока поблагодарил жителей Сочинской за инициативность, активную позицию и любовь к своему городу. Дмитрий Беломестнов, Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова